А мусор и ныне там. О свалках в садоводческом товариществе «Красная звезда» редакция канала 16 говорит не первый год. Постепенно, но мусорные кучи всё же таяли и исчезали после обращения недовольных садоводов. А вот свалка у четвёртого проезда растёт день ото дня. Каждый день я езжу мимо этой свалки, которая не вывозится уже, ну, на моей памяти, с зимы это точно. По осени что-то, кажется, пытались собрать в кучу, но вывезти до конца не вывезли. И уже середина мая, сезон начался, мусора прибавляется и прибавляется. Контейнеры здесь убрали ещё два года назад. Потом появилась площадка для них. Но сами мусорные баки сюда больше не вернули. Попытка связаться с председателем садоводческого товарищества не увенчалась успехом. Его телефон не отвечал, а потому мы отправились на его рабочее место. Телефон могу его дать. Телефон не отвечает. А где находится он со сварщиком, я не знаю, или на первом участке, или на втором, или на третьем, или на четвёртом, или на пятом, или на шестом, или на седьмом, или на восьмом. Ну, позвоните сами, найдите. Ну, вот и вот, звоните, я ему звоню, посмотрите. На том конце провода так никто и не ответил. В эту ситуацию вмешалась администрация. 18 мая прошло собрание, на котором вопрос с вывозом мусора решали Департамент городского хозяйства и региональный оператор. Об итогах совещания и решений ситуации с мусорным коллапсом в садоводческом товариществе мы расскажем в следующем репортаже. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.